Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. Сегодня 14 ноября, как я говорила в предыдущем ролике, что у нас метель, снегопад, сугроба, у нас настоящая зима. И это самое благоприятное время, раз в огород мы не ходим, повыбирать сорта, поизучать досконально все сорта. Сейчас я вам расскажу, какие новинки для себя я выбрала в этом году. И в предыдущем ролике я вам рассказала, если вы начинающий, например, огородник, что нужно учитывать, чтобы выбрать сорта для себя удачно, чтобы не было разочарования. И также я сказала, что я-то выбираю теперь уже по-другому. Я беру все подряд, и после того, как я их повыращиваю несколько лет, я уже могу вам дать оценку и могу сказать, стоит этот сорт выращивать или нет. Я вот только что показывала, беру очень много. У меня вот такие чеки с магазина, вот с Москвы мне прислали всякие-всякие. И для чего я это делаю? Во-первых, я вот в своем магазине, у нас не очень снабжение. Сразу скажу, что вот с Москвы мне высылают люди, у них много таких сортов, которых у нас вообще в помине нет. Я захожу в свой магазин. И почему я взяла нынче вот так много, я сейчас объясню. Не все я их буду высаживать в этом году. Но я их припасла для того, чтобы потом не остаться вообще без сортов. Как вы видите, сейчас идет такая тенденция, у нас в магазинах вытесняются сортовые томаты, с которых можно собирать свои семена. И заполоняется все это гибридами, которые на один раз и которые не дают потомства. И человек, когда берет гибриды, он вынужден каждый год, ежегодно, ежегодно покупать, тратить на это большие деньги. Это очень дорогое удовольствие семена купить. А я-то хочу, чтобы, пусть я даже в этом году, вот, например, русская душа, волчий клык, пусть я даже в этом году не успею посеять, посадить, я посею в другой год. Потому что я боюсь, что через два года придя в магазин, я уже этих сортов не увижу. Будет вместо них висеть какой-то гибрид. А я хочу именно развести как можно больше сортов, научить вас собирать семена, но я это уже сделала, я уже в течение двух лет учу вас семена собирать. И перевести, как я вот сейчас на автономии, перевести вас всех на автономию, чтобы вы высаживали томаты, собирали свои семена, не тратили лишних денег, и дальше высевали свои семена. Поверьте, они намного качественнее, получается лучше рассада, все. Так что я зашла в магазин в этом году, и все сорта, какие были, а поверьте, их не очень много, в основном гибриды, все я по одной пачке взяла, поэтому у меня много. Вот так я подбираю себе новинки. Потом я буду строить планы, какие я смогу нынче разместить на огороде, я посею. Но если которые я не смогу, положу на полочку и буду ждать, мечтать, когда наступит тот год, через год или через два, когда дойдет до следующих томатов очередь. И так же вот из фирмы. Причем я вам скажу, что я беру не только какие-то цветные, беру и обычные вот такие белые упаковочки по 4 рубля. Просто у меня была груша розовая и груша желтая. Вот увидела груша красная, хочу груши всех у меня оттенков, чтобы были. Я ее купила. Это самый простой сорт. Я не гонюсь за какими-то коллекционными. Мне главное, чтобы они были такие, как сказать, урожайные, выносливые, все. Но вот с прошлого года у меня немножко политика изменилась. Теперь у меня уже будут и разные коллекционные редкие томаты. И хочу вас порадовать, что очень многие зрители, которые смотрят меня из-за границы, откликаются и предлагают мне, сами говорят, можно мы вам вышли вот эти семена на развод. Вот мне Эвета из Польши написала, что она выписала вот эти редкие коллекционные сорта. И там в пачке, вы знаете, обычно дают 5 семян. Ну а ей, ну и всем так, и 2 семечка лишних дают, ну на невсхожесть. И вот эти 2 семечка по крошечному, вот этому вот, по маленьким порциям, все сорта, которые она выписала, она мне вышлет. Мне этого для развода достаточно. Я вам сейчас только прочитаю. Естественно, я у себя таких в магазине и не видела, и никогда бы не увидела. Очень интересные. Если я смогу их развести, все вы их сможете у меня купить, ну по простой, по обычной цене. Я их не рассортировываю на иностранцев и на наших. Какой-то огненный шар Индиго. Потом второй. Смотрите, какие интересные американские названия томатов. Мятежный звездный истребитель. Ведущий. Это все название томата. Он такой интересный, полосатый такой. Он с антрацитовой шапочкой, малиновая мякоть и полосы. Ну очень мне понравился. Потом Росомаха бельгийский. Паскаль из Пикардии, Франции, США. Потом КАЗ-21 Польша. Грязный Куртиса. Я даже прочитать название не могу. Написано, сорт экспериментальный, США. Потом Козула, 156 Польша. Потом Черный Император, США. И вот эти томаты, которые она мне пришлет. Конечно, это диковинка. Конечно, это новинка. Но я вам хочу сказать, что все-таки основная-то у меня коллекция должна быть. И она и есть. Сибирские, неприхотливые, неубиваемые, которые не боятся мороза. Которые не боятся вот каких-то вот этих вот всяких наших катаклизмов. А это, конечно, для души. И я вот, когда мне прислали первый раз вот этот полосатый шоколад. Потом Черный, голубой хребет. Я их увидела. И я поняла, что они ничем не хуже наших томатов. Оказывается, американцы у нас хорошо приживаются. Все, которые вот с прошлого года мне прислали. Аметистовая драгоценность. О, аксаканская драгоценность. Я даже научилась выговаривать эти сорта. Очень странное название. Дедушкина петушиная, перышко. Потом это загадка долины роз. Все в этом году у меня появились в каталоге. И на будущий год, я надеюсь, увеличить количество вот этих вот. Мне другие люди, еще добрые, прислали по несколько семечек. Людям не жалко. Ей, например, если достаточно тоже 5 семян, она 2 мне уделила. Если я смогу с этих двух стадо размножить, это будет очень хорошо. И вот смотрите, все эти новинки. Дальше, какие новинки еще я себе выбрала? Ну, как вы уже поняли, для меня новинки это просто тот сорт, который ни разу не бывал в моем огороде. Например, вот. Волчий клык. Не видела ни разу. Русская душа. Тоже не встречался ни разу. Потом. Вот бакинский великан. В предыдущем я его. Розовый крупноплодный. Раз я не видела ни разу, значит он мне подходит. Потом мармеладный. Еще какой тут. Ну, всякие вот. Есть кнопка просто вот. Кнопка и все. Потом. А, серия мишка косолапый. Всякие мишка косолапый. Малиновый мишка косолапый. Красный мишка косолапый. Потом. Вот банан желтый, который копия банановые ноги. Также с полосками. Но мне сказали, что если посадить просто вот обыкновенный банан. Вот такой. Банановая серия. То он вкуснее, чем банановые ноги. Не важно, какие сорта я выберу. Я вот буду какие-то, которые уже давно выращивала, немножко убирать. Несколько сортов. Вот нынче я вырастила 100 сортов новинок. И почти все мне понравились. И у меня, конечно, встает вопрос, как на моих 6-7 сотках разместить еще новеньких. Кого убирать? Мне даже не самое главное выбрать сорта. Сорта-то я сейчас все выберу. Я вот вам прочитала. В первую очередь будет вся эта экзотика, которая под вас семечка. Будем лелеять их. Потом вот эти все. Но куда их высаживать? Какие выгонять? Для меня больше проблемы встает, какие выгнать с огорода сорта. Все сорта хорошие. И вот самое главное. Даже не то, что какие сорта вы выберете. А я вот считаю, вот этот выбор сортов. Зимний выбор сортов. Это наша медитация огородная. Вы все со мной согласитесь, когда мы сидим, вот эти сорта перебираем, читаем, удивляемся. О, это что? Это что за сорт? Я такой не видела. Это так благотворно влияет на наше здоровье. Это так же, как вышивание. Вот я раньше вязание, вышивание читала, что успокаивает, нервную систему восстанавливает. Это то же самое. Даже еще лучше. Потому что захлебнулось сильно от предвкушения. Мы когда предвкушаем, вот бизон черный тоже ни разу мне не попадался. Мы когда перебираем, мы же уже мечтаем, мы уже видим, что они будут висеть в нашем огороде. Такие огромные, мясистые или наоборот мелкие кистями, как виноград. Ну все, короче. Я уже представила, но высаживать сильно некуда. Конечно, я в этом году немножко проявила оплошность, что я новинки сначала все свои. А вот лимон лиана. Мне еще с этого золотой лимон с Москвы прислали. Тоже редкий сорт. Я в этом году допустила оплошность, что новинки высеяла позже. Я сначала все свои основные посадила, а потом уж посмотрела, сколько места останется. А потом новинки. И поэтому получилось, что я не успела их показать летом. Там уже началась заготовка семян. Я не успела их в каталог внести вовремя. Теперь я на устно мотала, ошибки свои исправлю на будущий год. Новинки высажу пораньше, в первую очередь, чтобы вы в средине лета уже представляли, что это за сорта. Может быть, они вас заинтересуют. Ну все, вот такое сумбурное у меня занятие, выбор сортов. Я вот так сижу, сейчас глаза разбегаются. Я, по-моему, 600 что ли новинок купила. Это головная боль. Ну так приятно. Все, до свидания. Пусть голова лучше болит о том, какой сорт выбрать, а не просто так. Потому что делать нечего.